Всем привет! И у нас сегодня очередная распаковка. Вот такой пакетик. Здесь у нас написано PLAIRS. То есть stripper для зачистки проводов. Я всю жизнь обходился без этих всяких прибул. Но не всегда удобно без них. И в некоторых случаях очень тяжело. Поэтому все-таки решил, что эта штука мне нужна. Ну а раз нужна, значит я взял и купил. Вот такая вот штукенция у нас. Здесь мы можем зажимать еще разъемчики. Прижимать. У меня конечно специальные есть пресс-клещи для этого. Которыми пользоваться намного лучше. Но это тоже почему-то уже. Она есть и это хорошо. По качеству, так вот внешне, что сказать, по пластику. Ну конечно видно, что это не очень дорогие. Ну так они и на самом деле не дорогие. Но так отвращение не вызывает. Сейчас попробуем что-нибудь зачистить. Лезвия как такового здесь нету. И я думал, что тут будет лезвие. Ну то есть такие простенькие. Простенький стриппер. Ничего особенного такого я тут не вижу. Давайте попробуем как он зачищает кабель. Это как ограничитель. Мы выбираем на какую длину мы хотим его зачистить. И потом делаем вот таким образом. Кстати, несмотря на свою кажущуюся простоту, мне понравилось как он зачистил. Достаточно быстро и удобно. Я думал, будет хуже. Что-то как я его получил, я немножко разочаровался. Но нет. Здесь есть небольшой скол. Видите? Отломано. Отломано кусочек. То есть попался с браком. Но тем не менее. Смотрите. Со своей функцией справляется. Вполне справляется. Вполне неплохо. Но оно работает. Так, зачистим теперь здесь. Без проблем. То есть, вставили. Зачистили. Надо зачистить здесь. Хопс. И порядок. Два нажатия. И у нас все просто. Несмотря на то, что есть скол, он как бы в работе не мешает. Все работает. Ну вот. Так. Вот тут еще у нас регулировочный винт. Под ним пружинка какая-то. Ага. Вот этот винтик... Ай, блин, больно. Вот этот регулировочный винт у нас влияет на силу прижатия вот этой губки верхней. Видите, без него она не прижимается. То есть, чем сильнее мы его закрутим, тем сильнее будет давить на оплетку. Понятно? И провода зачищены. Давайте попробуем вот такой шлейфик. Класс. Раньше я паяльником тут проводил. Снимал руками изоляцию. Не совсем было хорошо. С этой штукой, конечно... Фу, милое дело. Щелк. Отлично. Жилки все целые. Ничего у нас не порушилось. Очень хорошо и быстро зачищает. Кто хоть раз работал вот с такими тонкими проводами МГТФ, тут у нас 0,05, знает, как тяжело их зачистить. Реально очень тяжело. Попробуем его вот этим устройством. Раз. И провод у нас зачищен. Так, сейчас мы... Откусим. Раз. И все готово. МГТФ зачищен. Ну и это не МГТФ, это какой-то китайский тоненький проводок. Тоже после регулировки он его зачищает. Очень даже неплохо. Так что вот такой вот небольшой прибор. Недорого стоит. И я им доволен. На первый взгляд кажется, что... Неказистый такой, плохенький. Но нет. Со своей задачей справляется на ура. Поэтому на самом деле могу его вам посоветовать. Я доволен. Даже несмотря на то, что мне попался бракованный со сколом. Но он работает. Ссылочка на него в описании. Выходите, смотрите и покупайте. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока.